О том, что в подвале центральной больницы нашли без вести пропавшего мужчину спустя три месяца после его смерти. В этом городке знают лишь некоторые. Пару человек, которые работают в медучреждении. Но даже они обсуждают эту странную историю шепотом. Единицы решаются рассказать подробности. Вы можете, если Миша, что-то туда не было воды, что ли, наверху в реанимации. Мой кабинет вот с этой стороны, я бы как бы чуть ли я каждый день сюда захожу. Я не чувствовала запаха. Такой-то был запах. Интересно. А там оттуда запах должен был идти, да? А, да. Единственное, что у нас вот мошки поползли вот по этому. Может быть от этого. Короче, труп убрали, мошки не остались. Сергей Макаров был простым работником автозаправки. Друзья вспоминают, всегда приветливый и безотказно помогал в любых хозяйственных делах. Однажды поднялась высокая температура, мужчина даже не мог подняться на ноги. Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Последний раз я ему позвонила, он был совершенно адекватен. Он сказал, что мне стало полегче, температура спала. Ну, вроде бы спокойной ночи, до завтра, завтра мы с тобой увидимся. До завтра, значит. Утром я ему звоню, телефон недоступен. Родственники бросились в больницу, но там развели руками. Пациент якобы ушел сам. Но что самое интересное, почему-то никто даже не попытался остановить мужчину. После Сергей Макаров бесследно пропал. Но спустя три месяца в подвале этой больницы случайно обнаружили труп неизвестного человека. По всей видимости, этот подвал служит переходом между корпусами больниц. Здесь множество технических помещений. Погибшего нашли в одном из них. Сейчас вход сюда закрыт плотной картонкой. Тело увезли в другой город, позвонили родственникам и пригласили на опознание. Но показали лишь фотографии. В морг пустили только мать. До сих пор женщина не может сдержать эмоции. Дочка приехала, сказала, Серегу нашли. Я говорю, живого? Она говорит, нет, мертвого. Я говорю, где? В подвале, в больнице. Я видела его только в морге, в Александрове, когда уже забирали его. У него черные волосы. Так немножко они уже отросли, конечно. Это как я его видела. До этого черные волосы, лоб и глаза все впали. Все, все черное. Мы попытались выяснить, что же произошло на самом деле. Почему-то подробности этой страшной истории тщательно скрывают. Нашли бывшего главного врача. Но женщина при виде камеры в прямом смысле слова бросается в бега. Я этому консультацию к ребенку. Вы говорите, с нами мы не воспоминем. Вы что, бегаете? Я имею полное право, но здесь я так-то хочу. Когда родственники обратились с вопросами в больницу, там что-либо объяснять отказались. Прислали письмо, которое больше походило на отписку. А после, якобы уже за закрытыми дверями, бывший главврач дала 20 тысяч рублей матери Сергея. Мол, похороните и забудьте. Новое руководство больницы в курсе этой истории. Правда, отвечать за бывших коллег не собирается. Я заведующий поликлиникой и по стационару или каким-то другим вопросам до 20 января не касался. Полиция проводила проверку, но уголовное дело так и не возбудили. Мол, это был несчастный случай и никто не виноват. Складывается впечатление, что дело будто замяли. А должностные лица, которые занимались этой историей, после трагического случая уволились. Почему в графе причина смерти стоит прочерк, неясно. Как тело оказалось в подвале больницы спустя три месяца, тайно покрытое мраком. Очевидно, что в этой странной истории больше вопросов, нежели ответов. Мария Семенниченко, Андрей Урютов. Экстренный вызов.